МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередная порция полезной информации. Здравствуйте! В преддверии нового учебного года правительство Самарской области закупило 69 новых школьных автобусов. Общая сумма покупки составила 135 миллионов рублей. Средства выделили из регионального бюджета. Транспорт передадут в 67 образовательных учреждений, в которых обучаются дети из труднодоступных районов. Новые автобусы отвечают всем современным требованиям безопасности. Они оснащены огнетушителями, стеллажами для перевозки личных вещей школьников, системой ГЛОНАСС, топографом, который считывает информацию для водителей, ступеньками и дополнительным освещением на входе. Планируется, что на автобусах будут перевозить до 2000 детей ежедневно. Региональный кинологический таможенный центр открыл двери для кинологов и служебных собак Сибири, Северо-Запада, Дальнего Востока и Приволжья. До 25 октября в кинологическом центре будут проходить специальные занятия. Больше всего приветствуется практика. Это тренировка собак в условиях, приближенных к жизни таможенной службы. Занятия пройдут на площадках для общего курса дрессировки, которые оснащены современными тренировочными снарядами. В обучении примут участие служебные собаки разных пород. В их числе немецкая, бельгийская, восточноевропейская овчарки, а также русский и английский спанеели. В субботу, 24 августа, в Самаре пройдет фестиваль цветов. Впервые масштабный праздник охватит сразу три площадки. По улице Куйбышева пройдет яркое карнавальное шествие, а также проедут украшенные цветами ретро-автомобили. Концертная программа запланирована в Струковском парке. Также здесь откроют 20 тематических площадок. В этом году на фестивале планируют представить первый тактильный сад. Его адаптировали для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционная выставка продажа пройдет на набережной. На участие в ней в этом году подали 250 заявок. Понравившиеся саженцы и цветы можно будет приобрести. Завершится фестиваль красочным фейерверком. Его запустятся в Кватории в Волге между улиц Льва Толстого и Красноармейской. Начнется фейерверк в 22 часа. Пора избавиться от хлама. 7 сентября стартует акция, в рамках которой самарцы смогут принести и сдать ненужные вещи в пяти городских парках. Так горожане могут принести бумагу, картон, стекло, пластиковые изделия, пенопласт, ПВХ, органические отходы, чистую целую одежду или обувь, ненужную электронику, батарейки, аккумуляторы и даже зубные щетки. Все отходы распределят по российским заводам на переработку. Остальные вещи отправятся или на благотворительность, или на безопасную утилизацию. Пункты сбора будут работать на входе в парк Гагарина, сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко, сквере Высоцкого, парке Дружбы со стороны Советской Армии, а также на пересечении Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей, смотрите программу «События» на телеканале «Самарагис». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова